Время новостей на своем ТВ. О них вам расскажут корреспонденты Краевой телекомпании и я, Илья Захаров. Итак, главные темы сегодня такие. Временным домом для картин Говорухина стала Пушкинская галерея, визитная карточка курорта. Почему Железноводск стал местом премьеры художественной выставки Станислава Говорухина? Сегодня Международный день тигра, как отмечают его главные герои праздника. Джамиля Ибрагимова с новостями из мира животных. Ну а теперь подробнее. Полмиллиарда рублей планируют выделить на Ставрополье для защиты прав обманутых дольщиков. Проект регионального бюджета на будущий год стал одной из основных тем планерки краевого правительства. 500 миллионов рублей хотят направить в фонд защиты прав участников долевого строительства, который был создан по инициативе главы региона. Губернатор нацелил Кабмин рачительно подойти к планированию расходов. При этом в приоритете должны остаться те социальные обязательства, которые появились в этом году. В том числе выплаты детям войны. Мы все уже вводим ежегодную выплату. В будущем году она будет такая же, как в этом году. И дальше будем ее развивать. На совещании также говорили об организации детского отдыха в крае. Сейчас в регионе проводятся дополнительные мероприятия, направленные на обеспечение безопасности детей. Все лагеря внесли в специальный реестр. Он насчитывает почти 650 мест отдыха с дневным и круглосуточным пребыванием, из которых только один лагерь палаточного типа. Он расположен на территории города Лермонтово. Принято решение о создании дополнительных комиссий межведомственных, в которые вошли представители Министерства образования Ставропольского, Край, МЧС, ГУВД и Роспотребнадзора. Эта комиссия проверит абсолютно все лагеря, в первую очередь палаточные. Будут проверены все меры пожарной безопасности и все, что касается безопасности нахождения детей в таких лагерях. Я надеюсь, что все вопросы, которые будут возникать, будут решены оперативно. А еще в крае будет реализован проект «Чистая страна». Он коснется четырех территорий. Это города Железноводск, Лермонтов, Нефтекумск и Пятигорск. В двух из них уже подготовили и прошли экспертизу проекта ликвидации свалок. Планируется, что в Железноводске и Пятигорске на эти цели направят полмиллиарда рублей. Работы начнут в следующем году. А сейчас поговорим о финансовой поддержке семей при рождении детей. В фактах и цифрах. С начала этого года в регионе проходят мероприятия в рамках нацпроекта «Демография». Так кто же и на какую поддержку может рассчитывать? В первую очередь, это те семьи, где родился или усыновили первого ребенка. До полутора лет ежемесячно. 9 тысяч 154 рубля. Важно. Доход на одного члена семьи не должен превышать полтора прожиточных минимума. В первом полугодии эти выплаты получили уже более 8 тысяч ставропольцев. Во-вторых, при рождении третьего ребенка ежемесячная выплата до трех лет 7 тысяч 950 рублей. Эта мера тоже рассчитана на семьи с небольшим доходом. И третий вариант соцподдержки. Медпомощь семьям, страдающим бесплодием. За счет медицинской страховки таким парам помогут стать родителями с использованием экстракорпорального оплодотворения. В 2019 году на Ставрополье провели уже почти тысячу таких медицинских процедур. И, кстати, в продолжении темы мер поддержки. Краевой фонд развития промышленности накануне одобрил займ для компаний по производству пищевого оборудования из Шпаковского района. Это печи для обжарки кофе, семечек и орехов. Фирма получит кредит более 4 миллионов рублей на 5 лет под 1% годовых, сообщили в Краевом Минпроме. Эти деньги пойдут на расширение производственных мощностей. Планы по развитию компании с прицелом на заграницу. После модернизации на экспорт пойдет больше половины всего производственного оборудования. Что касается российского рынка, на савропольских ростерах, так называются печи, кофе и орехи жарят 70% всех отечественных производителей. Тем временем в Железноводске открылась выставка картин Станислава Говорухина. Экспозиция разместилась в Пушкинской галерее, которая своим нынешним видом, да и существованием обязана режиссеру. На открытие в город-курорт приехала и вдова метро. Впечатление записал Никита Шишков. Пейзажи, небольшие скетчи и портреты близких. Для жителей и гостей Железноводска Станислав Говорухин теперь не только автор картин кинематографических, но и художественных. К месту встречи изменить нельзя. И в Ворошиловскому стрелку ныне добавились «Маковое поле» и «Осенний пруд». Это его работа, его деятельность, его душа и сердце. Они помогли нам как бы снова восстанавливаться к городу. А картины бесподобные. Очень интересно познакомиться с его творчеством. Очень интересные работы, много замечательного. И, конечно, естественно, можно чему-то поучиться. С Ковминводами у Говорухина отношения всегда были особенными. Впервые побывал здесь на съемках картины «Вертикаль» еще в конце 60-х. Горы зацепили так, что забыть уже не получилось. Часто возвращался сюда. Был даже депутатом от Ставрополья в Госдуме. И всю жизнь называл регион творческой родиной. Вдова метро эту землю увидела впервые. Галине Говорухиной показали любимые места супруга. Про ваш благословенный край, когда он приезжал, он мне много очень рассказывал. И уже чувствуя, что у него уже было такое, ну скажем, звериное чутье, и уже чувствуя, что, ну, вероятно, что-то случится с ним не очень хорошее, он приехал прощаться именно сюда, к вам. Он мне сказал, ну, Галюня, поехали прощаться. Это мой любимый край. И любовь свою доказывал не словом, а делом. Временным домом для картин Говорухина стала Пушкинская галерея. Визитная карточка курорта. Величественная, но в то же время легкая и воздушная. С этим зданием судьба режиссера плотно связана. К началу нулевых вековая галерея пришла в упадок. Подумывали даже снести. Вступился за нее Говорухин, добился поддержки на федеральном уровне. А чтобы реконструкция не останавливалась, позже вложил и собственные деньги. Экспозиция, к слову, уникальная. Раньше нигде не выставлялась. К живописи Говорухин всегда относился как к хобби. О выставках не думал. Но когда близкие решили картины показать, место премьеры возникло как-то само собой. Это почетное граждание нашего города-курорта. Многое сделал для сохранения памятников культуры в нашем городе. И на всех Кавказских миральных водах. В прошлом году мы отремонтировали по программе «Комфортная городская среда» наш городской парк. И назвали его именем Станислава Сергеевича Говорухина. Мы поставили там барельеф. И сегодня мы за тобой Станислава Сергеевича Галины Борисовны возложили цветы. Посмотреть картины и почтить память режиссера можно будет в течение двух месяцев. Экспозиция будет в Железноводске до конца сентября. Никита Шишков и Олег Байкулов. Ставропольское телевидение. К другим темам. Адвокат с подмоченной репутацией. В селе Александровском полицейские нашли в машине правозащитника. Растительные и синтетические наркотики общим весом более 60 граммов. Случаи уже изучают сотрудники Следственного комитета. Другие происшествия в оперативной сводке. Спасли от трагедии. На трассе Грачевского района у большегруза с 20 тоннами пшеницы прямо во время движения отказали тормоза. На удачу водителя петляющую машину заметили полицейские. Они с обеих сторон оцепили фуру, включили сирену и предупреждали об опасности проезжающей автомобили. Водителю грузовика удалось остановить транспорт только когда дорога пошла в гору. Эта дата станет для него вторым днем рождения. Ночные похитители в Георгиевском округе обокрали нефтяную организацию. Двое мужчин пробрались на территорию предприятия и вынесли 10 промышленных аккумуляторов. Ущерб организации больше 300 тысяч рублей. Полицейские нашли злоумышленников. Теперь им придется ответить по закону. Гадалка-преступница. К 84-летней жительнице Невиномыска на улице подошла женщина. Она сказала, что поможет пенсионерке поправить здоровье. Но для этого ей нужны ювелирные изделия и деньги. Пожилая женщина поверила и принесла ей украшения и около 30 тысяч рублей. Злоумышленница все забрала и ушла совершать обряд исцеления. Но пенсионерка так и не дождалась ни своего имущества, ни волшебного оздоровления. Возбуждено уголовное дело. Упал с высоты. В одном из строящихся домов в Кисловодске монтировали кровлю. При этом мужчина, который отвечал за безопасность проведения работ, не обеспечил работников средствами защиты, спецодеждой, обувью, каской. В итоге один из мастеров упал и разбился. В следственном комитете возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности». Новости на своем продолжаются. Вот о чем мы расскажем далее в нашем эфире. Сегодня Международный день тигра. Как отмечают его главные герои праздника. Джамиля Ибрагимова с новостями из мира животных. Кому достался главный приз хрустального источника? На Ставрополье завершился масштабный кинофорум. С раздевалками, душевыми, экранами, мягким покрытием. В Ставрополе появилась еще одна современная баскетбольная площадка. А сейчас о новостях из мира животных. Сегодня Международный день тигра. Какие подарки получила единственная дикая кошка в Ставропольском зоопарке в честь этой даты? И почему эта красная точка в календаре такая важная? Джамиля Ибрагимова все разузнала. Вита, Витулечка, Виточка, Вита, Виточка. Вита единственная на весь зоопарк, да и на весь город тигрица. Поэтому в профессиональный праздник и подарки все для нее одной. Вместо торта кое-что повкуснее. Сегодня ее угощают килограммами отборного мяса. Далее, да, на килограмм мяса больше тигрицы. Абсолютно хорошая свежая говядина. Вообще, у главной героини день задался с самого утра. Сразу чувствуется праздник. Еще один подарок – освежающий душ. Даже дольше, чем обычно. Купаться она готова часами. А такой порции сюрпризов у Виты с самого утра – хорошее, жизнерадостное настроение. Как вы видите, сейчас она лежит, отдыхает, потому что довольна она. Любопытные посетители бегут поздравить тигрицу. Жалко, обнять и погладить нельзя. Но смотреть никто не запрещает. Сама Вита от такого внимания прямо-таки растрогана. Вот это тигр у нас. Он любит кушать мясо. Да? Да. Он такой полосатый, красивый. Такие красивые, ценные и редкие – это все о тиграх. Еще несколько лет назад была угроза, что эти полосатые кошки останутся разве что в зоопарках. Там, в Сибири, откуда большинство из них родом, их почти истребили. Люди гонятся за ними из-за ценной шерсти. Вот кажется, что тигр такой сильный и страшный, но на самом деле он сам постоянно в опасности. Популяция тигров под угрозой исчезновения браконьеры не оставляет их в покое. И зоопарк – это одно из немногих мест, где он в безопасности. Но как бы там ни было, лучше всего тигры смотрятся в естественной среде обитания. Посмотрите, разве не прекрасно? Дикой кошке хорошо в дикой природе, конечно, при условии, если на нее никто не охотится. У нас в стране ежегодно отмечают День тигра для того, чтобы привлечь внимание к защите красивого и краснокнижного животного. Он хороший, и мне он очень нравится. Мне очень нравится. Что нравится тебе? Ну, то, что они большие, мягкие, красивые очень. Восхищались тигрицей, но не рискнули зайти к ней в вольер. И мы, Джамиля Ибрагимова и Антон Красов. Ставропольское телевидение. В Ставрополь приехала балерина из Бельгии. Зовут ее Татевик Мртунян. Она проведет в Краевом центре бесплатный мастер-класс. К слову, девушка переехала в Бельгию 12 лет назад. До этого она жила у нас в регионе. Азы балетного искусства постигала в Ставрополе. Уровень подготовки впечатлил бельгийцев. И нашу талантливую землячку взяли без экзаменов и просмотров в Королевскую балетную школу. На родину девушка приехала отдохнуть и провести отпуск у бабушки. Заодно балерина решила поделиться своими знаниями. Бесплатный мастер-класс она проведет уже в эту пятницу на базе детской хореографической школы. Я организовываю уроки балет-воркаут. Это уроки балета для всех. Так что любая женщина, несмотря на ее возраст, вес, национальность, несмотря на все, она может заниматься балетом и чувствовать все физические и ментальные плюсы, которые балет может дать каждому из нас. На Ставрополье завершился кинофестиваль «Хрустальный источник». Торжественная церемония прошла в выходные в Ясентуках. Гостями стали звезды первой величины отечественного и зарубежного кино. Это Екатерина Шпица, Анна Ардова, Лариса Гузеева, Максим Аверин, а также легендарный Пьер Ришард. Просмотры фильмов участников конкурсной программы прошли в течение недели. За призы кинофестиваля в 10 номинациях боролись лучшие киноленты последних лет. Победителем «Хрустального источника» стал фильм «Воскресенье». Награду вручили режиссеру Светлане Проскуриной. В России премьера фильма состоится 12 сентября. Сам же «Хрустальный источник» уже стал традиционным. Очередной фестиваль пройдет на Кавминводах через год. Еще больше интересных новостей из городов и сел Ставрополья в коротком обзоре. В Ставрополе ремонтируют внутриквартальные дороги. Работы плановые. Развязки обновляют практически во всех районах города. Сейчас уже отремонтировали дороги во дворах на улицах 45-я «Параллель», «Доваторцев» и «50 лет Волк-СМ». Всего в этом году приведут в порядок 59 участков. На эти цели выделили 40 миллионов рублей. Лучшего казака выберут в Железноводске. Там пройдут традиционные казачьи игры. Участникам нужно будет преодолеть полосу препятствий, проехать верхом и показать, как хорошо они знают казачьи песни и историю. Одним из состязаний будет казачья шашка. Соревнования пройдут в конце августа. Станица Новомарьевская продолжает преображаться. Все благодаря программе поддержки местных инициатив. Сейчас там благоустраивают главную площадь, где обычно любят гулять дети и взрослые. В станице также установили новый фонтан. Приводят в порядок парковую зону и мемориальный комплекс. То, что центр должен быть ухоженным и уютным, решили местные жители. В Есентуках целых два дня не будет утихать барабанный бой. Там пройдет фестиваль барабанной музыки. Перед зрителями выступят 47 музыкантов из 20 российских городов. Почетный гость – знаменитый барабанщик из Бельгии Майкл Шек. Также на фестивале организуют живое караоке, музыкальные батлы, мастер-классы. Галоконцерт пройдет на театральной площади. Послушать выступления барабанщиков можно будет бесплатно. Лето – пора отпусков, а это значит, многие поедут отдыхать, в том числе и за границу. Однако с этим могут возникнуть проблемы, есть ли есть долги. Подробнее о том, кого признают невыездными должниками и как снять с себя это ограничение, расскажет Яна Лукошкина. Невыплаченные штрафы, алименты, таможенные пошлины или кредиты – все это может стать не только тяжелым финансовым бременем, но и серьезным препятствием для отдыха или командировки за рубеж. Ограничения на выезд получают те должники, в отношении которых возбудили исполнительное производство. То есть делом уже занимаются судебные приставы. Для того, чтобы пограничная служба не пустила должника за рубеж, достаточно, чтобы у судебных приставов оказалась информация о задолженности по алиментам на сумму от 10 тысяч рублей и по кредитным обязательствам на сумму свыше 30 тысяч рублей. Это не сиюминутный момент, то есть снятие запрета на выезд за границу, он занимает определенный период времени, порой это достигает двух недель. Поэтому нужно заблаговременно об этом заботиться, узнавать свою ситуацию. Если имеется обязательство свыше 30 тысяч, то понимать нужно, что нужно выходить уже на контакт со взыскателем, дабы избежать негативные последствия. Именно поэтому лучше решать проблему долга в досудебном порядке. Просроченные обязательства перед банками по закону могут выкупить коллекторы. Если должник идет на контакт, объясняет причину задолженности, то коллекторы предлагают ему индивидуальные условия с комфортным сроком и суммой для погашения долга. Хотел бы вам предложить следующее условие. Сумма к погашению у вас всего 1 миллион 784 тысяч. Есть 10 вариантов внесения месячных платежей, начиная с 4800 до 7500. Соответственно, вы должны понимать, чем больше платеж, тем меньше сумма к взысканию будет. С каждым годом число ограничений, вынесенных судебными приставами, только растет. К слову, по данным службы судебных приставов Ставрополя, на сегодняшний день более 80 тысяч должников, которые не могут выехать за пределы страны. В лидерах неплательщики по услугам ЖКХ и алиментам. Сами собой проблемы не решаются и долги не уменьшаются. Скрыться от ответственности не получится. Яна Лукошкина, Владимир Ходорев, Ставропольское телевидение. И как обычно о новостях спорта в финале выпуска, по традиции о них рассказывает Сергей Надеян. Привет. Добрый вечер. Правильно ли я понимаю, что это новости спорта минувших выходных? Абсолютно правильно. Выжимка, выжимка самых главных спортивных новостей. Переходим к ним. Итак, в Ставрополе появилась еще одна современная баскетбольная площадка с раздевалками, душевыми кабинами, мягким покрытием, уровень, как говорят специалисты, европейский. Сразу на открытии площадку опробовали. Прошел турнир по стритболу с участием команд из разных регионов страны. За баталиями в Парке Победы следил Вадим Москаленко. Сергей с баскетбольным мячом со второго класса шутит. Высокий рост и определил спортивные увлечения. Баскетбол, стритбол не пропускает ни одного матча по ТВ. Постоянно тренируется на новой площадке, готов реализовывать все, чему научился за долгие годы. Точные броски, силовые проходы, блокшоты и подборы под кольцом. Площадка реально хорошая. Это, наверное, лучшая площадка в городе. Покрытие очень интересное. Кольца интересные. Раздевалки есть. Своим ростом тебе, наверное, можно просто пешком идти и забивать, да? Пешком вряд ли, прыгать придется. Турнир по стритболу – это почти баскетбол, только на одно кольцо и по три человека в команде. То есть более уличный вариант. Но оттого не менее динамичный и эффектный. Баскетболисты такое часто практикуют. Отличная проба сил перед большими турнирами. Стритбол – это праздник всегда. Он был, есть и хорошо, что кто-то проводит такие мероприятия. Это лишний раз увидеться с старыми друзьями. Мы все это любим и десятилетиями гоняем на площадках мяч. Погода выдалась комфортной для спортсменов. Облачная иногда стрималась от дождь, которая, впрочем, не напугала зрителей. Жены, мамы заполнили трибуны, чтобы посмотреть в деле своих спортсменов. Выиграй сегодня. Я думаю, в числе фаворитов будет. Вообще классная атмосфера. Очень нравится. Музыка хорошая. Вот торжественный момент. Передача ключей от площадки, от представителя букмекерской компании «Форбет», парку «Победы» и Ставрополь. Еще один объект в краевой столице в копилку здорового образа жизни. На этом, конечно, город не остановится. Впереди еще немало новых современных спорткомплексов. И не только баскетбольных. Открывается каждый год один-два объекта. Это очень замечательно. И такая площадка накануне празднования Дня физкультурника. Очень большой подарок для города. Саму же площадку даже сложно назвать просто площадкой. Целый мини-стадион, раздевалки, душевые, трибуны. Антитравматичное прорезиненное покрытие, которое и мячу дает хорошо прыгать, и самим спортсменам добавит гуттаперчивости. Все это теперь бесплатно для любого жителя Ставрополя благодаря букмекерской компании «Фонбет». И даже в темное время суток по периметру установили освещение. Но и это не все. Рядом с площадкой воркаут-зона турники и брусья, чтобы размять мышцы перед спортивной схваткой. Букмекерская компания «Фонбет» всегда поддерживала развитие спорта и социальной сферы города. В рамках этой программы мы решили построить и подарить Парку Победы и городу Ставрополь эту баскетбольную площадку по воркауту. В заявке на участие в турнире десятки команд со всего края других регионов, в том числе интернациональные коллективы с участием гостей из-за рубежа, что добавило статус в те соревнования. В итоге победила команда «Алабама», где играли парни из Ставрополя и Санкт-Петербурга. Вторые – студенты из «Эскайфум». Третьи – парни из краснодарского коллектива с забавным названием «Кабанхаус». Но это как раз тот случай, когда не важно, кто чемпион, важно, что таких чемпионов благодаря этой площадке будет еще много. Вадим Москаленко, Владимир Ходорев, Ставропольская телевидение. А по соседству с новым комплексом любительская волейбольная лига Ставропольского края провела открытый турнир по пляжному волейболу «Ставрополь-Оупен-2019». В нем приняли участие около сотни спортсменов из Ставрополя, Ростова-на-Дону, Армавира и Георгиевска. Всего 13 мужских и 8 женских команд. Турнир проходил в сложных погодных условиях, периодически лил дождь, усилился ветер, что для пляжного волейбола создает некоторые неудобства. Несмотря на это, спортсмены-любители продемонстрировали яркую игру. В итоге, среди девушек первое место заняла пара Ольга Крикухина и Катерина Ильина. На втором Анастасия Мыцек, Мария Иванова. На третьем София Красникова, Анна Калачева. Все девушки представляют Ставропольский край. У мужчин же на первом месте команда Александр Долматов, Петр Миронов из Ставрополя. На втором Евгений Осачи, Михаил Квурт, Ростов-на-Дону. На третьем Николай Надеин, Владислав Нагорный из Армавира. А в субботу в Ставрополе на стадионе «Динамо» прошел четвертый этап спартакиады среди государственных предприятий Ставропольского края. Самые быстрые и меткие работники «Край теплоэнерго» Ставрополь-Край-Водоканала и Ставрополь-Коммун-Электро состязались в легкой атлетике и дартсе. В программе соревнований королевы спорта спринтерские забеги на различные дистанции в индивидуальном зачете и эстафете. Быстрее всех здесь оказалась команда Ставрополь-Край-Водоканала. В дартс играли по упрощенным правилам. Каждой команде, состоящей из четырех игроков, давалось по 15 бросков. В сумме больше всех очков набрали сотрудники Ставрополь-Коммун-Электро. Не ожидали на самом деле вид спорта, в котором мы не были сильно подготовлены, но, как оказалось, что-то можем. Спасибо команде. Ну а теперь снова заглянем на странички в социальных сетях спортсменов, которые представляют Ставропольский край. Футбольный клуб «Спартак Москва» поздравляет с днем рождения своего центрального защитника, нашего земляка Илью Кутепова. На страничке в Инстаграм, на официальной страничке «Спартака» они пишут «Поздравляем Илью с праздником, желаем крепкого здоровья, счастья и как можно больше успешных матчей в составе нашей команды. Присоединяемся к поздравлениям». Эти дни оказались богатыми. На поздравление у игрока баскетбольного клуба «Ставропольчанка» тоже праздник. Вот фото, которое было размещено в аккаунте клуба. Итак, они поздравляют с днем рождения Галину Лишенко. Ты приносишь нам очки в самых тяжелых матчах. Мы горды, что ты защищаешь цвета нашего клуба. Присоединяемся к поздравлениям Галины. А вот у воспитанника Ставропольского «Динамо» Романа Павлюченко, судя по его страничке, праздник каждый день. Мужчины смотрим мечтательно на его очередной сториз. Это все новости спорта к этому часу. Илья, какой твой самый большой улов был, который ты выкладывал в Инстаграм? Не то, что в Инстаграме. У меня в жизни не было улова. Я не рыбак. Вот насколько можно быть не рыбаком? Ну, удачи тогда в любви, наверное. Спасибо большое. Хорошего вечера. Ну и в финале выпуска еще одна интересная новость. Очередное видео с вышедшей к людям лисой на Ставрополье выложили пользователи социальных сетей. На записи видно, как зверек подходит к автору ролика практически вплотную, дружелюбно реагирует на оклики. Лиса то и дело отбегает в сторону, но затем снова с любопытством подбегает к человеку. Что ж, таковы главные новости к этому часу. Еще больше информации о событиях на Ставрополье на сайте stv24.tv. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok